В издательстве Сретенского монастыря вышла книга священномученика-протеерея Михаила Чельцова «Верю в промысел Божий». Отец Михаил – один из священнослужителей, пострадавших в период гонения на русскую церковь в XX веке. Он служил священником в Санкт-Петербурге и в 1922 году был арестован вместе с митрополитом Вениамином Петроградским под дело об изъятии церковных ценностей. И его, как и священномученика Вениамина, приговорили к смертной казни. Отец Михаил сидел в тюрьме, ожидая этого часа, и из тюрьмы писал письма своей супруге. Эти письма и составили основу недавно вышедшей книги. Позже ему расстрел заменят тюремным заключением. Он выйдет из тюрьмы и продолжит свое церковное служение. Он будет расстрелян уже позже, в 1931 году. Книга недаром называется «Верю в промысел Божий». Все страницы этой книги просто дышат такой удивительной верой. Здесь содержатся и воспоминания священномученика Михаила о его арестах, и его письма супруге, когда он ожидал смертной казни, и его письма уже более позднего времени из тюрьмы. И везде вера в промысел Божий. Везде, несмотря на те тяжелейшие обстоятельства, надежда на Бога. Священномученик Михаил переживает о том, как останется его супруга без него, о том, как вырастут его дети, но при этом всегда все придает в руки Божии. Как это важно для нас. Мы порой начинаем унывать и переживать от гораздо меньших скорбей, чем были у отца Михаила или у других новомучеников. Поэтому, читая его письма и воспоминания, будем пропитываться вот этой верой в промысел Божий, обращаться с молитвами к священномученику Михаилу и другим новомученикам, и стараться быть похожими на них, идти тем же путем, который они нам проложили к спасению, к Богу и вечной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok